МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. Водители издалека. В Рязани прошла проверка работы маршруток, в том числе с гастарбайтерами за рулем. Проблема тимуровцев. На улице имени этих положительных персонажей могут погибнуть деревья. Дедушка Мороз или вождь мирового пролетариата. В зале Союза художников в Рязани выставлена оригинальная картина. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. На недавней пресс-конференции в Москве начальник столичного управления Федеральной миграционной службы по столице Ольга Кириллова сообщила, что с этого января число криминальных эпизодов с участием иностранцев увеличилось в Москве примерно на 40%. И еще ФМС обнародовали общую статистику по числу иностранцев, с которой следует, что выходцев из Средней Азии в России больше всего из 10,5 миллионов иностранных граждан, 2,5 миллиона граждан Узбекистана, 1 миллион с лишним граждан Таджикистана, более 500 тысяч граждан Киргизии. Это предварительная информация. Сегодня в Рязани дорожные полицейские привели рейд по водителям маршруток. В том числе проверяли водителей, приехавших на заработки из теплых стран. По словам дорожных полицейских, число ДТП с участием небольших автобусов за первые месяцы 2013 года резко возросло. За три месяца этого года дорожные происшествия с участием автобусов произошло таких происшествий. 17, в них 25 человек получили телесные повреждения. Основная цель и задача данной операции – это профилактика аварийности с участием автобусов. Особое внимание полицейского рейда по автобусам – проверка документов у водителей-гастарбайтеров. В рейде к дорожным инспекторам присоединились и работники Федеральной миграционной службы. Для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранный гражданин, временно пребывающий, обязан получить разрешение на работу. В основном водители осуществляют трудовую деятельность из стран Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Армения. Кстати, по имеющимся у нашей редакции данным, вчера произошел наезд автобуса ПАС на пешехода. За рулем оказался водитель из Средней Азии. Поэтому вопрос о профессиональной подготовке приезжих отнюдь не снимается с контроля. Инспекторы ГИБДД обещают, что за время рейда они проверят автобусы на абсолютно всех маршрутах общественного транспорта. Сегодня Паводок пришел таки в торговый городок. Окское шоссе перелита. Некоторые водители утверждают, ничего страшного, ездить можно. Другие не говорят, но пробуют. И вот что получается. Конечно, это не 94-й год, когда в этих местах на лодках ходили, жарили шашлыки на крышах затопленных остановок, а троллейбусные провода низко нависали над головами водных путешественников. Также сегодня в Рязани продолжилась акция по посадке деревьев. Вчера в городском парке была заложена аллея выпускников советского округа. Это был первый день весеннего посадочного сезона. Вместе с выпускниками деревья сажала Илеонора Менкова. Эти деревья не свойственны озеленению города. Однако 22 белые акации пока что в таком виде уже красуются здесь, в городском парке у филармонии. Закладка аллеи выпускников советского района торжественно состоялась. У нас в городе начался озеленительный период. Сегодня замечательный первый день посадок в городе Рязани. И причем это связано с тем, что у нас проходит молодежная акция. Молодежь города Рязани выдвинула идею провести акцию «Красивый город в городе», которая заключается не только в посадке деревьев, но и в уходе за зелеными насаждениями, которые были посажены ранее. Дуб краснолистный, клёны и белые акации – все эти деревья в скором времени порадуют взгляд рязанских горожан. Говорят, именно такие краски свойственны детскому воображению. Андрей Черенков еще вчера про акцию не знал, но после занятий в школе с гордостью и удовольствием пришел сюда с одноклассниками. Я очень рад, что я могу вложить свой вклад в озеленение нашего прекрасного города. Виталий Дановский сам ходил по рязанским школам и предлагал присоединиться к озеленению Рязани. Говорит, данную инициативу они поддерживают со штабом молодежного актива. И в Рязани еще много мест, которым нужно помочь расцвести и заиграть яркими красками. А вот в некоторых местах города с деревьями происходит неувязочка. То есть в одном месте сажают, а в другом в расход выводят. По звонку телезрительницы, наша съемочная группа выехала сегодня на улицу Тимуровцев. Местные жители обеспокоены последствиями работ по прокладке здесь восковольтного кабеля. По словам горожан, рабочие повредили немало деревьев, которые теперь могут погибнуть. Разбирался в ситуации Глеб Галушкин. Совсем недавно вдоль всей улицы Тимуровцев, что в Дашково-Песочне, рабочие прорыли траншею вдоль жилых домов для прокладки электрокабеля. Местные жители сразу же забеспокоились, опасаясь за сохранность деревьев под своими окнами. По их словам, рабочие подрубили корни здешним рябином. Например, все эти деревья здесь и во дворе в том числе сажала я со своими друзьями в детстве. Поэтому мне, конечно же, больно, что вот это вот так вот все просто. Вместо того, чтобы вырыть, допустим, я не знаю, вот здесь провести или где-то в другом месте, надо вот уничтожить ряд деревьев. На все обращения в свою управляющую компанию и муниципалитет местные жители не получили внятного ответа. Никто из ответственных работников просто не пришел на улицу Тимуровцев проконтролировать проведение коммунальных работ и пообщаться с людьми. Так что вопрос о деревьях на Тимуровцев остается без ответа. К другим темам. Сегодня прошел брифинг руководителей Рязанского управления Федеральной антимонопольной службы с подробностями Оксаны Тебенихина. Встреча с журналистами состоялась в одном из конференц-залов Солочи. Ее тема – вопросы контроля соблюдения законодательства о рекламе. Беседовал с журналистами заместитель начальника управления антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Наверное, как правило, здесь основное нарушение – это малый шрифт при информировании потребителей о существенных условиях предоставления той или иной финансовой услуги. И когда мы видим нули по кредитам или их малое значение отличное от рынка, то, как правило, истинные значения скрываются как раз в этом мелком шрифте и, собственно, вводят потребителей в заблуждение. На конференции обсуждались темы, связанные с тем, как рекламные компании вводят в заблуждение граждан. На сегодняшний день наиболее интересными и важными для антимонопольщиков являются так называемые БАДы и, конечно же, банковские приманки. Реклама, вводящая в заблуждение, составляет 14,31% нарушений. Это касается абсолютно всех рынков. Если говорить о специализированных рынках, то реклама медуслуг, лекарственных средств и БАДов занимает значительное число в общих нарушениях и составляет 12,57%. Если мы приходим в магазин покупать какие-то продукты, а потом нам эти продукты упаковывают в бумагу или во что-то еще, буквально на прилавке, мы, когда берем килограмм, допустим, колбасы, мы ценник видим за этот килограмм. А не в тот момент, когда начинаем оплачивать эту колбасу, нам говорят, вот еще за упаковку заплатите столько-то. Или за то, что вам ее достали, еще столько-то и так далее. Вчера в зале Рязанского отделения союза художников открылась выставка «Весна-2013». Проект, безусловно, интересный. В экспозиции картины, скульптура, прикладное искусство. Но внимание посетителей и журналистов в первую очередь привлекла картина Алексея Акендинова «Ленин и дети». Добрый дедушка Ленин, словно его коллега по статусу Дед Мороз, раздает радостным детишкам новогодние подарки. Рождественский, это Ленин отменил, как и само официальное празднование Рождества, но это так, к слову. Далее репортаж с выставки от Ирины Ковалевой. Выставка «Весна-2013», открывшаяся в выставочном зале Союза художников, еще раз доказала, насколько трудолюбивы состоящие в Союзе деятели искусств. И хотя все присутствующие были настроены на восприятие исключительно весенних шедевров, некоторые художники вернули нас в холодную зиму и даже напомнили, причем довольно оригинально, о давно ушедших новогодних праздниках. Так Алексей Акендинов представил на суд зрителей одну из своих новых работ «Ленин в январе». Я в Новый год увидел эти новогодние елки, заснеженные деревья, очень красивые орнаментальные. И вдруг эта идея пришла в конце декабря. Думаю, вот кто у нас Дед Мороз мог бы быть? И вдруг сама по себе идея пришла. Ленин, дети, которые дарят детям подарки. То есть там все сложилось, как пазлы, в единую тему картин. Картина написана возлюбленной автором техники орнаментализма. Цвета картины выглядят несколько приглушенными, но сделано это специально. Таким образом Алексей Акендинов решил создать эпоху того времени. А еще, если присмотреться, то на этой картине можно разглядеть и второго Владимира Ильича. Причем это получилось само собой. Я писал ребенку, думаю, смотрю, он похож на маленького Володю Ульянову. Показать эту картину автор хотел на персональной выставке в июне этого года. Но случай представился быстрее. Да еще и так удачно почти совпал с днем рождения народного вождя. Были и те, кому картина показалась искренней и доброй. Свою точку зрения вправе отстаивать каждый. Но факт остается фактом. Ленина в январе, весной 2013-го, может увидеть любой желающий в выставочном зале Союза художников. Это все о рязанских событиях на сегодня. Встретимся вновь в эфире завтра в программе «Время говорить». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!